Продолжаем, председатель, коллеги. Тема моего сообщения связана с предикцией эффективности химии лучевой терапии больных раком желудочно-кишечного тракта. Рак – это уникальное, динамично развивающееся и комплексное заболевание, и оно требует использования всё более изысканных и изощрённых методов диагностики и лечения. Для адекватного назначения планированной терапии необходима тщательная оценка баланса индивидуальной чувствительности клеток как опухолей, так и организм больного. Определение радиочувствительности позволяет не только отобрать онкологических больных желудочно-кишечного тракта или других локализаций, кому будет полезно включение лучевой терапии в протокольную схему лечения, но поможет и тем, кто не будет реагировать на глучение или могут воздержаться от него. Но пока такого широко использованного показателя нет. Что же возглавляет решение этой проблемы? Ну, первое – это генетическая нестабильность клеточной популяции, новообразований, и гидрогенность, и возможность реализации в различных условиях микроокружения. Это нормы или гипоксия, вариации, ПАЖ или другие, как депутаты железа. Второй момент – это отсутствие адекватного материала, который позволяется, используется для предсказательного исследования. Это конкретная локализация отдалённых микрометастазов, достаточное количество циркулирующих опухолевых клеток или другое. И ещё следует, с нашей точки зрения, обратить внимание на практически неучитимое влияние при тестировании эпигенетических изменений клеток желудочно-кишечного тракта и супрессорных клеток миелоидного происхождения. Эти три позиции вовсе не исключают наличие ещё других факторов, но они у нас являются основными для понимания нашего подхода. Прежде всего, я должен сказать в отношении первого фактора, что эволюция клональной популяции опухоли не заканчивается в момент взятия биопсии. Она продолжается. И, собственно говоря, отдалённые микростазы, в результате которого погибают люди, она может существенно отличаться от той, которая была зарегистрирована в момент взятия биопсии. Здесь надо сказать, что на это могут влиять не только естественные факторы, как микроокружение, но может влиять и химия, лучевая терапия первой линии, обработка таргетными препаратами. В таком случае, опять же, отдалённые метастазы будут существенно отличаться от тех, которые были у нас взяты в расчёт для установки сахарного лечения, потому что эти показатели отстаёт действительно. Колоректальные раки, которые преимущественно идут с мутацией РАС-гена или подтипами СРС-С4, представляются основными таргетными мопуляциями для разработки тактики лечения. И вместе с тем варианты лечения расширяются, руководствуясь как бы ниже расположенными биомаркерами или комбинациями биомаркеров. Имеющиеся и вновь появляющиеся молекулярно-генетические биомаркеры, которые отражают генетическую сложность колоректальных раков, включают широкий спектр аберраций, такие как точные мутации, амплификации, слияние и фенотипы гипермутаторов, а также геносупрессоров, в дополнение к глобальной экспрессии подтипов гены. Количество молекулярно-стратифицированных вариантов лечения, доступных для пациентов с колоректальным раком, увеличивается, на виду с подразделенным ростом использования биомаркеров для прогнозирования и принятия решения лечения. И вместе с тем, возрастание числа показателей их использования приводит к усложнению ситуации, которую должен разрешить врач, очевидные как из-за обширного взаимодействия между биомаркерами, так и иногда неоднозначными взаимодействиями с прогнозом и пользой для лечения больного. Что касается метастазирования путей рассеивания клеток, раковых клеток, в отношении опухоли желудочно-кишечного тракта, можно сказать, что в случае колоректального рака, рака поджелудочной железы, основными метастазированиями органов являются печень, а также легкими. И это вовсе не значит, что если, допустим, хирурги могут ее излечить, убрать микрометастаз, допустим, в 40 случаях не появится, код 41, который в дальнейшем приведет к улучшению состояния и гибели пациента. Что касается злокачественной трансформации и прогрессирования опухолевых клеток, то здесь ведь следует выделить как бы две стации, что поведение клеток первичного на образовании, как правило, предсказуемое. Темпы их пролиферации, срок жизни, характер взаимодействия других клеток на основании имеющихся данных можно предсказать. Однако при злокачественной трансформации накапливаются мутации, и когда опухоль становится генетически более гидрогенной, то есть состоит из нескольких клонов поколений раковых клеток. И химия лучевая терапия уничтожает некоторые клоны, и когда от изменившихся условий выживают новые. И их поведение становится уже непредсказуемым. На основании гистохимического анализа исходной биопсии так не только генетические, но и эпигенетические изменения раковых клеток приводят к приобретению именовых свойств. Несколько слов о эпигенетике. Надо сказать, что эта область исследований не затрагивает первичную структуру ДНК, то есть последовательность нуклеотидов. Но вместе с тем изменяется активность от насчитывания, допустим, определенных генов. Особенностью эпигенетических изменений стоит в том, что они индивидуально сохраняются при клеточном делении. В настоящее время наиболее изученными являются такие механизмы, которые связаны с мутилированием отдельных оснований ДНК, допустим, гуанином, стазином. Модификация гистонов, белковых компонентов хроматина, их ацетилирование, мутилирование. А также микро-РНК, которые, будучи короткими или длинными, то есть стоящие из 20 или 200 нуклеотидов, определяют стабильность и трансляцию месседжера РНК, пригребляясь к их три штрих концу. Относительная значимость соотношения генетических и эпигенетических изменений при разных локализациях опухоли разные, при случае рассмотрения желудочно-кишечного тракта. Так, например, в слизистой оболочке пищевода соотношение генетических и эпигенетических изменений примерно одинаковое. Тогда как в слизистой оболочке желудка эпигенетические изменения больше влияют на риск развития, чем нарушения генетические. За счет того это происходит в основном, что бактерии геликобактер пилори индуцируют хроническое воспаление, и это является причиной аберрантного вентилирования ДНК. Возможные механизмы влияния микробиома на развитие рака поджелудочной железы более разнообразны. Дело в том, что бактерии, в том числе не только кишечные, геликобактер пилори, но и пероральные, кишечные, внутриобухолевые, участвуют в патогенезе, диагностике и химиорезистентности рака этой локализации. Фотенциальные механизмы данного злокачественного образования могут быть связаны как с воспалением, так и ожирением, нарушениями иммунитета и обмена желудочных частот, режима питания и диеты. Влияние кишечного микробиома на геномы и эпителиальных клеток толстой кишки также неоднозначно. Здесь, с одной стороны, такие бактерии, как, допустим, эшерихия колия, эшерихия фокалис, они могут оказывать генотоксические эффекты, приводя к хромосомальной нестабильности, как результаты хромосомальной нестабильности, недостатка репарации ДНК. А также здесь могут возникать и повреждения, прямые повреждения ДНК, приводя к возникновению раковых драйверных генов. Вместе с тем, в этом случае целый спектр бактерий приводит к большому, так сказать, ряду эпиденетических изменений. В частности, бацилиус инфантилис, допустим, икрипсила, она приводит к тому, что гипометелирование или гиперметелирование отдельных участков ДНК может существенно отличаться от тех, что имеют место в здоровом организме. Антибиотики, выбивающие теле и на их спектр бактерий, виды бактерий, они могут приводить к изменению ацетилирования или метелирования гистонов, что также приводит к изменениям активности ДНК, то есть к изменениям активности хроматина. Кроме того, на концентрации микро-РНК, как я говорил, коротких и длинных, влияет также такие бактерии, как иширихиоколи, бацилиус ацидиефациис и ряд других. Таким образом, количество эпиденетических изменений даже существенно может превалировать над количеством генетических. Вместе с тем, микробиота, связанная с колоректальным раком и способствующие эпиденетическим изменениям, производя определенные изменения в ткани опухоли, она также отражается в метелирующих фрагментах, которые находятся в сыворотке. Примерно четверть тех изменений, которые наблюдаются в ткани, они находятся, так сказать, такие же изменениям в ДНК сыворотки. Таким образом, на основании анализа вот этой самой биопсии жидкостной можно определить ту или иной, те или иные изменения в самой опухолевой ткани. Таким образом, в настоящее время представляет целесообразным, наряду с рутиной биопсии, которая осуществляется уже в последние годы, колени проводить, облигатно также жидкостную биопсию на основании анализа крови, где определяются циркулирующие опухолевые клетки, неклеточные ДНК и ЖК, и мы также предлагаем расширить аспект до определения числа лейкоцитов. Что касается вот этих трех материалов, которые определяются в порядке жидкостной биопсии, в настоящее время здесь еще обстоятельства не устоялись, и известно, что определение, допустим, циркулирующих опухолевых ДНК в крови требует значительной концентрации, примерно в 10 миллионов раз. Технологии обогащения на каждом этапе дают свои погрешности. Таким образом, общая погрешность будет до сравнительно большой. Определение с помощью наборов коммерческих, которые производят, допустим, Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что, несмотря на их достижения, имеет место несогласованность результатов, то есть несовпадение того, что определяется в случае использования разных фирм. В частности, полное совпадение наблюдается лишь в 22% случаев, полное несовпадение – в 44%. Частичное или полное несовпадение наблюдается примерно в 78%, что, опять же, затрудняет возможность трактовки полученных данных. С помощью экзосом можно зарегистрировать эффекты, которые подобны эффекту свидетелей, известной из радиобиологии. Здесь показано, что с помощью этих фрагментов может быть осуществлено генопередленное. Как раздельно токсические эффекты из больных клеток, лимфоциты периферической крови, что может в определенной степени также отдать основания для предъявления диктивности этого показателя. Но в настоящее время некоторые исследования, проведенные в наших лабораториях, показали, что это сделать еще далеко не так можно успешно. И, наконец, я должен остановиться на популяции, доминирующей популяции белых клеток крови человека, это нитрофила. Она существует в виде двух субпопуляций, которые, вот еще было показано еще Фридлендером, уменьшение этой с помощью антител свидетельствует о том, что уменьшение концентрации этих полиморфно-ядерных нитрофилов приводит к существенному снижению числа метастазов. Регулировать развитие этих метастазов позволяют так называемые супрессорные клетки миелоидного происхождения из плелепатентных стволовых клеток на этапе их поляризации. Это может быть учено с помощью воспалительных медиаторов патологии, факторов роста опухолей бета. Поляризация этих клеток возможна в двух подгруппах. Моноциты и граунцитарные супрессорные клетки миелоидного происхождения, которые различаются по набору ключевых сигнатур генов, связанных с их функцией. Клетки М1 и Н1 продуцируют фактор некроза альфа, свободные радикалы, НО, воспалительные цитокины и хемокины, что приводит к противоопухолям, как и к противоинфекционным последствиям. В отличие от них, М2 и Н2 субпопуляции производят эрогеназу, противовоспалительные цитокины и хемокины, которые способствуют онкогенезы и ангиогенезы, возможны метастазирования и трансформации ткани. Однако окончательного решения является ли поляризация супрессорных клеток миелоидного происхождения необратимым процессом или обратимым состоянием гиперактивации, еще нет. Вместе с тем, следует сказать, что эти воспалительные клетки миелоидного происхождения, инфекцирующие ткань, допустим, ракоподжелудочной железы, в частности, макрофаги и нейтрофилы, они в наибольшей степени могут быть, так сказать, показателями того, что использование нейтрофилов окажется наиболее эффективным. Эти изменения, потому что происходят в гораздо большей степени и более выражены. Они также более выражены, чем изменения Т-лимфоцитов, также инфильтрующих ткань поджелудочной железы. Воздействие на иммунные и контрольные точки у больных, когда колоректальный раком, показало, что ряд параметров генотипа и фенотипа клеток определяет ответное ингибирование контрольных точек иммунитета. И это позволяет осуществить соответствующие модуляции. Механизмы резистентные, с одной стороны, включают микроэстелитную нестабильность, гипермутабильность или иммуногенность опухолей, приводят к потере ответа на интерферон гамма. А с другой стороны, химиотерапия и, главное, эпигенетические модификаторы, которые нацелены на милоидные клетки-супрессоры и могут стимулировать иммунитет, позволяют расширить применение такого подхода, а подходы являются задачей для оптимизации эффектов ингибиторов иммунных контролей в их точек в ближайшие годы. Нами еще более двух десятилетий назад было показано, что предикция нейтропении при лучевой химио-лучевой терапии больных лимфомой Ходжкина может быть предсказана на основании определения изменений ДНК при облучении проб крови больных пациентов. В случае, ежели показатели радиочувствительности будут превышать единицу, то эти пробы будут относиться к радиочувствительным и падение числа лейкоцитов и обустованы как раз доминирующей популяцией нейтрофилов как раз и будет предсказана на основании этого показателя. Таким образом, анализ ДНК клеток крови, он позволит с помощью такого подхода, он позволит как раз и предсказать эффективность планируемой схемы лучевой терапии. Схема определения у животных и у больных представлена на этом слайде. Взятые у этих пациентов и подопытных животных проба крови делятся на две части. Одна из них облучается как подопытная, другая является контрольной, затем они инкубируются в течение трех часов и затем определяется в них концентрация ДНК с помощью экспрессной методы, использующего флуоресцентный краситель и число лейкоцитов. Затем в этих пробах определяется показатель индекса ДНК контрольных облученных и по соотношению контрольного индекса ДНК к облученным делается заключение о радиочувствительности или радиорезистентности пациента. В эксперименте этот показатель был использован в случае перевивки глиома 35-й подопытным крысам. У этих животных были после перевивки через определенное время взяты пробы, определенная их радиорезистентность и радиочувствительность и было, таким образом, они использованы как чувствительные или резистентные. Последующее облучение опухолевого узла и их поведение, рост опухоли и продолжительность жизни дали нам основания показать, что в группах экспериментальных животных в случае радиорезистентности динамика роста опухоли существенно, достоверно, не отличалась от контрольной, то есть не облученной. В то время, как у радиочувствительных крыс, в которых были глиомы, продолжительность жизни более чем в два раза отличалась от контрольной. То же самое изменение роста опухоли отличалась от контрольной. То же самое и с изменением продолжительности жизни. У радиочувствительных пациентов продолжительность жизни была более чем в два раза выше, чем у подопытных крыс. Это дал нам основания использовать этот подход у больных мультиформой глиобластомы. Здесь нам было показано, что пациенты, радиорезистентные пациенты, у которых был показатель меньше единицы, выявляли продолжительность жизни примерно меньше восьми месяцев. Тогда радиочувствительные пациенты, у которых был показатель больше единицы, выявляли продолжительность жизни более чем в два раза продолжаем больше. Теперь, что касается больных желудочно-кишечным трактом, здесь также мы наблюдали аналогичные зависимости. У радиорезистентных пациентов продолжительность жизни составляла 15 месяцев, это больные были в третьей-четвертой стадии рака толстой кишки. Тогда у радиочувствительных пациентов только лишь безрецидивная выживаемость была в два раза более длительной. У больных раком поджелудочной железы четвертой стадии наблюдалась также аналогичная зависимость. Радиорезистентные пациенты, выявляли, так сказать, сравнительно короткие продолжительные жизни, она была меньше года. Тогда у радиорезистентных четвертых пациентов этот показатель превышал более чем в два раза показатель тех, что имел место у радиорезистентных пациентов. На этой таблице показано, что выявленные нами на основании величины С-индекса эти разницы 0,28 и 2,13 приводили к существенному более чем двукратному увеличению использования этой схемы терапии в зарегистрированной продолжительности жизни. Никакие другие гемоцитологические показатели не позволяли также персонально предсказать вот это изменение в продолжительности жизни больных пациентов. Данный парадометр был нами использован для локализации для опухоли в других больных. То есть и больные также ракомолочной железы мочевого пузыря также были проанализированы и во всех случаях нам было показано что от 17 до более чем 50% больных у которых была выявлена радиочувствительность продолжительность жизни была существенно выше чем у радиоизистента. Основные отличия разработанных показателей от других состоят в следующем. С-индекс является функциональным показателем нового метода лучевой диагностики. Так этот параметр определяется после стандартного радиационного воздействия на пробу крови Аксвива в дозе 2 Грей. И величина индекса ДНК стандартизуется по отношению к числу лейкоцитов крови. Таким образом разработанный способ соответствует очень требованиям которые предъявляются для показателей используемых клиник. Он сравнительно краткосрочный занимает 4-5 часов. Он простой может умеренно стоить. Адекватная стандартизация осуществляется показателя и возможности многоратного определения в связи с тем что анализ следит крови. Таким образом анализ степени радиочистительности ДНК крови является новым подходом в лучевой диагностике. Он позволяет подсказать эффективность химии лучевой терапии и на основании этого осуществить подбор онкологических больных раком желудочно-кишечного тракта для успешности применения схемы лечения включающие радиационное терапевтическое воздействие. Основой этого метода были нами опубликованы монографии которые были опубликованы несколько лет назад. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok